Аплодисменты Ну, мимо своего дома. Смотрю, сосед стоит на балконе в трусах и курит. Прихожу, домой жены нет. Говорит, а какая связь? Так он в ее трусах курил. Спасибо. Человек возвращается домой в дым, пьяный. Заходит, жена естественно начинает сразу хлестать по лицу. Будешь пить? Будешь пить? Будешь пить? Ладно. Наливай. Профессор математики стоит у доски, пишет какие-то оравнения. Увлекся, забыл уже о студентах. Пол доски, списал минут 20. Долго писал так. В это время на задней парте два парня играют в карты. Один кидает какую-то не ту карту, пытается смухревать. И другой ему, ты что, дурак, что ли, башки что нет совсем? Профессор, да-да-да, я сейчас все объясню. Человек с жуткого похмелья идет на кухню, направился прямо к холодильнику. На столе стоит клетка с попугаем, накрытая каким-то покрывалом. Он покрывало снял с клетки, пришел, открыл холодильник, вытащил бутылку пива. С жадностью выпил, поставил, закрыл холодильник, пошел назад, опять клетку накрыл покрывалом и ушел. Голос из клетки. Прекрасный день прошел, блин. Спасибо. Я автослесар четвертого разряда. А дружок мой, охранник в ночном клубе. Как-то говорит, если хочешь хорошие бабки срубить, поехали со мной. У нас, говорит, в элитном дамском клубе стриптизер занимал. Открытый вывих левого бедра. Надо подменить. Приезжаем. Хозяйка спрашивает, вы кто? Я говорю, стриптизер-автомеханик. Зовут Степан. Она говорит, отлично, Степа. Там мы уже собрались. У нас сегодня корпоративная вечеринка. В зале лучшая половина человечества. Тещи. Нужно их довести до исступления. Я говорю, ну и как же мне их до исступления доводить? Она говорит, очень просто. Сначала разденьтесь. Ведите себя понаглее. А потом просто выполняйте их капризы и просьбы. Я говорю, если будут просить запчастей, не дам. И тут она выталкивает меня на сцену, как был из гаража. Фуфайки. В ватных штанах. И сапогах. Овация в зале продолжалась минут пять. Я присмотрелся. Самих течь не видно. Только глаза из сумрака горят, как у вурдалаков. Слышу, хозяйка кричит. Пора раздеваться. Ну я фуфаечку снял и кручу на собой, как флюгер. Слышу, тещи кричат. Нам кидай. Ну я и запустил ее в зал. Одна поймала. Ее тут же унесли. В карманах были пассатижи. Болты, гайки, лом, кувалда и три домкрата. У Тамерлана доспехи вместе с лошадью легче моей фуфайки. Я продолжил. Снял сапог вместе с носком. Вис и стоны кричать не надо. У меня аж пятки дюбеля забиваю. Ногтям покрышку с обода снимаю. Когда я, пытаясь снять штаны, начал откручивать проволоку на ширинке. В зале послышались крики «Браво!» и «Громогласно!» и «Ура!». А когда оказался в одних семейных трусах, тещи аж захрюкали отчасти. Сколько дома не раздевался, ничего подобного не было. А здесь такой успех. Слышу кричать «Танец давай!» Я исполнял танец любви яблочков в присядку. Музыку никто не слышал. Колени хрустели так, будто рота солдат ела сухарики Емеля. Слышу хозяйка сволочь орёт «Белый танец!» Дамы приглашают кавалеров. Но они на меня всем табуном. Чувствую, могут затоптать. Я сапогом замахнулся к врачу «Назад сам подойду!» И пошёл между столиками развратной походкой, сбивая бёдрами коктейли со столов. Слышу, кто-то сзади обнял меня мёртвой хваткой. Да, я тоже думал руками, бюстом! Сомкнулся на шее, как спасательный жилет. Еле выскользнул, спасибо солидону. Я им до этого обмаза сажу, блестеть, как все стриптизёры. И тут в мои трусы упала первая купюра. Неожиданно и щекотно. Мне понравилось. Через минуту я уже сам оттягивал резинку для подношения. Прекратил я это безобразие после того, как одна старуха полезла туда за сдачей. Хотя я точно помню, что сыпала мелочь. Слышу, хозяйка орёт, Стёпа, шест! Смотрю, действительно, шест стоит. Лёгким движением руки я сделал из семейных трусов в стринге. И полез на эту трубу, как электрик на столб. Оказалось, это был ржавый водопровод, стекловатый, ждавший ремонта с прошлого века. Поэтому тут же и лопнул. В трусы ударил горячий пар. Пар был настолько горячий, что глаза на лоб вылезли даже у американского президента на 100-долларовой купюре, что лежало у меня в трусах. Короче, в больницу я попал с ожогом 14-й степени абсолютно всех конечностей. Когда очухался, я понял, что деньги свои я отработал сполна. Но мужской стриптиз с тех пор на дух не переношу. Хотя, когда приглашают, иду, превозмогая страх. Потому что настоящий мужчина должен делать всё, что хочет от него женщина. Спасибо. Спасибо.